18 июля текущего года в рамках 226 сессии Совета ИКАО было рассмотрено два вопроса Беларуси. Первый вопрос – это доклад группы ИКАО по расследованию событий, произошедших самолетом РНР 23 мая прошлого года. И второй документ – это жалобы Республики Беларусь на незаконные действия ряда государств, которые заблокировали использование своего воздушного пространства и нашего воздушного пространства для их эксплуатации. В ходе рассмотрения дела так называемого РНР, я напомню, что окончательный отчет был подготовлен еще в январе этого года, и он содержал главные постулаты, что никакого перехвата воздушного судна не было. Однако на тот момент этот отчет не устрелил ряд западных стран, и под давлением этих стран группе ИКАО было поручено осветить все те, как они называли, пробелы, которые имелись в этом вопросе. Я хотел бы напомнить, что 23 мая, когда еще шасси и самолеты РНР не коснулись взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск, нас тогда уже обвиняли в воздушном пиратстве и в перехвате воздушного судна РНР истребителя МиГ-29. Тогда на всех таблоидах и телеканалах крутился один и тот же ролик посадки самолета МиГ-29, и вокруг этого вопроса выстраивалось все дело, что мы перехватили воздушный суд. Однако группа ИКАО даже на заседании совета четко и однозначно заявила, что никакого перехвата воздушного судна не было. С того момента, с января месяца, группа ИКАО продолжала, скажем, заполнять пробелы в этом вопросе, но у Беларуси не запросила ни одного дополнительной информации. Никакого видео, никаких файлов, никаких методанных писем. Самое главное, что они все-таки отметили, что многие эти данные были, они их увидели, они их посмотрели. Они видели это письмо, о котором мы говорили, видели методанные этого письма. Это, наконец, нашло отражение. Но в окончательном отчете, который был категорически не принят Республике Беларусь, возникли новые данные. Как заявила группа ИКАО при содействии США и Польши, им удалось получить данные от диспетчера. При этом надо отметить, что фамилии этого диспетчера не переводятся. Заполнив вот эти отсутствующие данные, доклад ИКАО начал больше напоминать такое криминальное чтиво. Многие вещи оттуда не поддаются даже простой критике. Как, например, что у диспетчера был телефон, на котором включил диктофон, не вынимая из кармана. Ну, можете, многие попробуют включить диктофон на смартфоне, не вынимая руку из кармана. При этом надо понимать, что в зале УВД, где находится сложная техника, и телефон может препятствовать работе или вносить помехи в работу этой техники. Связное оборудование, навигационное оборудование, локационное оборудование. Также в вопросе безопасности полета, чтобы диспетчер не отвлекался на телефон, то в зале УВД телефон проносить запрещено. Поэтому даже такие вещи, они далеки от правды, от авиационной технологии, больше напоминают именно такую придумку, как же все-таки и за счет чего обвинить Республику Беларусь. Как только был зачитан этот доклад, все западные страны единогласно начали поддерживать обвинение Республики Беларусь. Хотя в чем нас обвиняют, очень тяжело на самом деле понять. Ведь действительно имел факт ложного сообщения. И это ложное сообщение содержалось в письме, которое было доведено до экипажа воздушного судна. И мы неоднократно напоминали, говорим, что когда диспетчер получил определенный код угрозы, код угрозы красного, он должен был следовать на ближайший аэродром. И он принимал решение. Именно пилот. И в этот момент для пилота Вильнюс был кратчайшим аэродромом. То, что он принял решение лететь в Минск, это было его решение. Возникает вопрос, в чем же теперь все-таки обвинять Беларусь? Поэтому возникают какие-то мифические лица, которых никто не видел, кроме этого диспетчера в зале ВВД. Возникают какие-то разговоры. И мы усомнились. И представитель Российской Федерации усомнился в том, что вы подтвердите, что эта запись настоящая. На что ИКАО сказал, что у них нет денег, чтобы убедиться в том, что эта запись настоящая. Но мы верим Польше и США, которые говорят, что эта запись настоящая. Поэтому, еще раз повторюсь, этот доклад не выдерживает никакой критики. Мы категорически с ним не согласились. Официальный представитель Российской Федерации, член Совета ИКАО, также не согласился с этим отчетом. Он указал на ряд ошибок, неточностей, абсолютно неавиационных подходов и неадекватности, не объективности этих подходов. Если мы прочитаем документы ИКАО, во всех документах ИКАО написано, что любое расследование проводится не для того, чтобы найти виновных. Оно проводится для того, чтобы исключить подобные события в будущем. А в настоящее время угрозы авиационной безопасности, так называемые телефонные экстремизмы и другие вещи, они сейчас имеют действительно большое неприятное, негативное влияние на гражданскую авиацию. И это объективная проблема ИКАО, которой ИКАО должно быть заниматься. Вместе с тем мы видим, и мы будем обращаться ко всем странам, что этот доклад категорически неприемлем и дискредитирует ИКАО как международный технический, в первую очередь, орган, который занимается гражданской авиацией. Второй вопрос, который мы рассматривали, это был рабочий документ, подготовленный Республикой Беларусь с жалобой на страны, который незаконно в нарушении Чикарской конвенции блокирует нашим авиакомпаниям, нашим пассажирам доступ к воздушному пространству Европы, в том числе и других стран, закрыты для нас аэропорты. И также иностранные перевозчики рекомендованы избегать воздушного пространства Беларуси, хотя безопасность воздушной навигации даже в этом отчете не ставится под сомнение. В ходе этого рассмотрения была прекрасно продемонстрирована позиция Запада. Когда мы представили рабочий документ, сразу западные страны призвали президента Совета ИКАО не принимать никаких решений по этому документу и игнорировать его. Представитель США напрямую заявил, что эти меры блокирования для Беларуси воздушного пространства, в других странах, в том числе и нашего, это месть Запада режиму Лукашенко. Мы неприемлемы такие выражения, мы вмешались в ход дискуссии и потребовали от ИКАО расследовать тот факт, что представитель другой страны называет политический строй, нашу политическую систему режимом. Это неприемлемо, это не входит в какие-то дипломатические даже основы. И в ходе повторного нашего слова мы обратили внимание, что санкции не могут иметь точечный характер. Они в любом случае будут направлены на обычных людей. И желая наказать правительство, как они заявляют, они наказывают обычных людей, лишая их права на свободу передвижения. Так чем тогда занимается ИКАО? Способствует тому, что под дудку западных стран людей лишает основных ценностей, которые прописаны в ООН? На все это мы обратили свое внимание. Также обратили внимание, что ведь эксплуатанты воздушных судов, наша авиакомпания, они же не виноваты в посадке этого самолета. Так в чем вы их наказываете? В чем вы наказываете европейских перевозчиков, которые не разрешаете полеты через территорию Беларуси? Это был раскольный момент. Это наше заявление. После этого нашу позицию поддержал Китай, Россия, ЮАР, Индия, многие другие страны. И в результате чего президент Совета ИКАО не смог легко снять эту жалобу. И они будут вынуждены ее рассматривать. Повторно они подали на юридический комитет эту жалобу. Поэтому мы здесь будем жестко отстаивать наши национальные интересы. Продолжение следует...